Незаконная деятельность на ранее оккупированных территориях и эксплуатация природных ресурсов, помимо экономического урона, нанесли экологии Азербайджана огромный ущерб. Об этом заявил директор Института экологии и природных ресурсов Азербайджана Акиф Ализайда. Академик отметил, что незаконная эксплуатация Армении и природных богатств в Карабахе – уже доказанный факт. Они, конечно, за 30 лет, надо сказать, нанесли огромный ущерб. Не только экономике Азербайджана, не только всему народному хозяйству, не только моральному состоянию Азербайджана. Вы знаете, это такой хищнической эксплуатации. Вы обратили внимание, сегодня там ни одно месторождение не имеет современного подхода. Это, считайте, что просто варвары, варварский подход ко всем этим месторождениям. А они собой представляют очень и очень важные отрасли хозяйства, экономики. Азербайджан в борьбе за справедливость доносит правду до мировой общественности. Уже третью неделю длится мирный протест экоактивистов на дороге Ханкен-де-Лачен против незаконной эксплуатации месторождений и полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Во время своего последнего визита в Россию глава МИД Азербайджана Джихум Байрамов в ходе пресс-конференции с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым также затронул этот момент и отметил, что Карабахский регион Азербайджана очень богат полезными ископаемыми. Здесь насчитывается 151 месторождение различных ископаемых. Эксплуатация 52 из них впервые началась между 1993 и 2020 годами. Происходило абсолютно незаконное варварское разграбление природных богатств Азербайджана. В результате был нанесен огромный ущерб экологии страны. Если сегодня наши уже специалисты имеют возможность выезжать туда, изучать состояние сегодня же, то, что после 44-дневной победы Азербайджана в этой войне, дает возможность выезжать и сравнивать, что было до этого в Карабахе и что мы имеем после. Наши исследования сегодня направлены именно на то, чтобы посмотреть, в каком состоянии мы приобрели сегодня, вернулись на свою родную землю и в каком состоянии находятся эти хищнические, будем говорить, эти разработанные месторождения. Там очень много хороших рудных месторождений. Месторождение металла, месторождение золота, месторождение молеблена, месторождение меди. Все эти месторождения, они сегодня вернулись родному Азербайджану. Карабах, находившийся вне зоны контроля Азербайджана в течение многих лет армянской оккупации, представлял собой благодатное поле для незаконной деятельности. Серый бизнес здесь вели как армянские компании, связанные с государственными структурами, так и различные международные компании. В результате вырубки и сжигания лесов, загрязнения водных ресурсов, уничтожения флоры и фауны, разграбления природных недр в регионе был нарушен экологический баланс. Армения до сих пор не понесла заслуженного наказания за свои преступления, хотя Азербайджан делает всё для привлечения внимания мирового сообщества к данной проблеме.